Слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Боже, милости, будь мне грешен, Создав ими, Господи, помилуй меня, Бесчастово грешил, Господи, прости меня грешен и помилуй, Достойно есть я, кого истинно блажите, Тебе Богородицу, присноблаженную и пренепорощенную, Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувиму, славнейшую воистину, Серафим, Безысление Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородицу Тебе, величаем. Слава Тебе, Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертый, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Молитва ради причистой Твоей Матери, Силы честного желтворящего Христа, Святых Ангелов наших Хранителей, И всех ради святых помилуй, Спаси нас, яко благослови человека, любец. Аминь. Боже, милости, будь негрешным. Создав имя, Господи, и помилуй меня. Бесчусловец и грешил, Господи, прости меня грешным, и помилуй. Как всегда, небольшое вступление сделаем. Но сегодня отличие от обыкновенного дня. Потому что в воскресенье у нас не будет псалтырного чтения, молитвы. Потому что идем в храм сразу. Немного о посте, о молитве мы уже ознакомились. Предисловие. Предисловие. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, Когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел, Этами назовешь постом и днем угодным Господу. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, И угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, И правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет «Вот я». Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, И отдашь гост голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою, И уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой из сад, И как источник, которого воды никогда не истекают. Книга пророка Исаии, 58 глава, со 2 по 11 стихи. Пост помогает приблизиться к Богу в молитве. «И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и вретящие пепли». Даниила 9, 3 «Отвращает гнев Божий». Это слово дошло до царя Неневии, и он встал с престола своего, И снял в себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепли, И повелел провозгласить и сказать в Неневии от имени царя и вельмож его, Чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, Не ходили на пастбище и воды не пили, И чтобы покрыты были в речище люди и скот и крепко вопияли к Богу, И чтобы каждый обратился от злого пути своего и относили рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, И мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Книга пророка Иоанна, 3 глава 6 по 10 стих. Во время поста и законные супруги воздерживаются союзия. Не уклоняйтесь друг от друга разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. 1 Коринфянам 7, 5 Кто постится, не оставив грех, того Бог не слышит. Если они будут поститься, я не услышу вопли их, И если вознесут все сожжения и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвой истреблю их. Иеремия 14, 12 Пост нужен не Богу, а человеку. Скажи всему народу земли сей священникам так, Когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, при том уже семьдесят лет, Для меня ли вы постились? Для меня ли? Захария 7, 5 Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Матфея 6, 16, 18 Пост есть Божье установление, но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Лука 5, 35 Так человек, который постится за грехи свои, и опять идет, делает то же самое, кто услышит молитву его, и какую пользу получит он от того, что смирялся. Серахов 34, 26 И чем более ощущается душа, тем сильнее видит свою греховность, и будет непрестанно плакать и поститься. И думаю, уже не возвращаться в город, но оставаться здесь, не есть, не пить, но непрестанно плакать и поститься, доколе не умру. Третья книга Езры, 10 глава, 4 стих. Большой материал дал, для того, чтобы душа настроилась на это, и говорить о том, что я и без поста что-то сделаю. Гафан затворник говорит, это пока никому не удавалось, смирить плоть свою. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе, всяческих ради. Божий, очисти меня греши, как и никогда же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Меня осужденно отверзло уста мои недостойные, воспалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святаго Доха, ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Сарю Небесный, утешитель души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, и очисти меня от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже, если на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущенный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас на искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Оставши от сна, припадамте блажь, ангельскую песню пьемте сильный. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодраясь на воздвиг вместе, Господи, умой просвети и сердце, и снимай отверзи. Воеже петите, святая Троица. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Внезапно Судья приедет, и кое-гоже деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, свят, святости Божия, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Кому герой благости и долготерпения Твоего не прогнился на меня ленивый и грешный. Не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал, если я обычный. И в нечаянии лежащего возникли мне, если Твое же утренечество восходите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Поучайте со словесием Твоим. И мы разумеете заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедание сердечное. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу Цареве и Богу нашему. Приидите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Повторяю, сегодня воскресный день. Сразу утром уходим в храм. И поэтому ни псалтырное чтение, ни по молитвослову молитвы не считаем. Это наше правило. Остается три недели до Пасхи Христовой 16 апреля. На этой неделе будет самое длинное, самое трудное для плоти богослужение. В среду вечером будет считаться покаянный канон Андрея Критского. Целиком. В начале поста он считался на четыре части, разделенные. И много будет земных поклонов. Если все поклоны делать, то их будет более 400, видимо, в веках. В земных поклонах. Ну и один раз в году только такое бывает, что в следующий день, в четверг, великий пост, растительное масло не разрешается. Но кто был в храме молился, ради трудов его, ему разрешается. Вот пост такой, выборочный. Один раз в году бывает. Поэтому, кто имеет возможность, на работе отпроситесь, обязательно сходите в храм, помолитесь. Вот у нас этот канон считается на три ступени. В церкви везде, везде во всем мире он считается 1200 лет уже, только как покаянный. Мы считаем одну часть его покаянной, как в храме. Второе, те же самые слова, то же самое событие, но на благодарение возведенная ступень. И третье, словословие. Потому что в храме есть люди, которые уже приняли крещение, которые уверовали, которые живут по Слову Божию. А покаянный канон, он написан для оглашенных, для впервые пришедших к Богу, которые люди еще и не приготовили себя даже к причастию. Считаю, что это необходимо было сделать с первого дня. Андрей этого не сделал, потому что, который написал архиепископ, он архиепископ был. И он совершил большую-большую ошибку в жизни своей. Я сравниваю это только с Олем Давидом. Который совершил два смертных греха. Давида нужно было казнить дважды, сразу. Отнял чужую жену. Это смертельная статья, как сейчас похищение человека. Или что муж в это время на фронте. Государственный работник, сказать. Боец, полковник. И Давид его убил. Дал указания, раз не удалось скрыть грех, написал письмо. Отправил на фронт и сказал. Когда он бросится в атаку, там же они не били ракетами там из укрытия. Необходимо было рядом подойти. Штурмовали город какой. И от него все отступили. Он один среди врагов остался. Ну и все, как с Кобелев. И его убили. Вот так было с Андреем Критским. Его послали отвезти послание там. Собор Шестой Вселенский прошел. Было много врагов. И там его сумели убедить. Что этот собор был неправильный. Разбойничий. И он подписал Анапеву. Подписал. Подпись поставил Анапеву Шестому Вселенскому собору. А об этом священнике никто не знает. Почему не знают? Это я уже не могу сказать. Это в интернете все выставлено знают. Такого канона не было. Покаянного никогда. Взять 254 библейских события. Себя в них включить. И во всем просить прощения. Я в раю был. Я согрешил. И дальше я Каин. Я убил. Прости меня. Помилуй меня Боже. Помилуй меня. И далее. Я согрешил. Ты потоп навел на меня. Помилуй меня Боже. Помилуй меня. Я построил башню в Вавилонскую. В Синаарской долине. Помилуй меня Боже. Мне положено было на сердце. Сделать этот канон. Одну часть. Третью часть его. Потому что молитва трехступенчатая. Покаяние. Благодарение. И словословие. Покаяние там все. Первое. Просительное. Покаянное. Дай. Прости. Помилуй. Исцели. Там молятся все. Все сектанты. Все еретики. И неверующие кричат. Ой помоги Господи. В войну попал. Мусульмане. Буддисты. Все всегда молятся на первой ступени. Даже про себя. Даже коммунисты. Даже Сталин. Даже Гитлер. Все там про себя молятся. Помоги. Мне невыносимо. Мне трудно. Второе. Это получил. Не получил. Просимое. Благодарить. За все благодарите. Ибо такова с воля Божьей во Христе Иисусе. 1 Фессионатистам 5.18. И третье ангельское. Славьте Бога за все. За все. Слава. И вот так здесь. Вадам согрешил в раю. Это я был. Но ты меня не убил. Как я рад Господи. Что дал мне жизнь. Благодарю тебя. То же самое событие. Но на ступени. Или так же. Я был в раю. Я послушался сатану больше чем Бога. Как я виновен. Но ты не убил меня Господи. И ты позволил мне. Признавшему свою вину. Славить тебя. Слава тебе Боже наш. Слава тебе. Вот третья ступень. Славословие ангельское. Она должна быть. И когда Андрей понял это. И он написал этот канон. Анапеву 6 Вселенскому Собору. Я спрашиваю. А почему священник, игумен. Архимандриты. Епископы не знают этого. Может они где-то есть кто знает. Но мне они не встретились. А когда говоришь. Они начинают сразу говорить другим. Причина. Чем вызван такой покаянный псалом. Вот везде всегда самое-самое. Самая-самая молитва. Отцу Небесному. Это очень наш. Самая считаемая книга. Песнопение. Это псалмы Давида. Но в них 150 псалмов. И самый считаемый псалом. 3600 лет. Это помилуй меня, Боже. По великой милости Твоей. По множеству щедрот Твоих. И гладь беззаконий Мои. Вот этот псалом. Вот это необходимо знать. Он в начале богослужения. Дома считается. Утренней молитвы. 3600 лет. Эти данные цифры необходимо знать, чтобы с кем беседуешь. И дать знать, что ты знаешь, во что ты веришь. Но я знаю, во что я верю. Ты должен это знать. Ну и воскресенье мы, как всегда, прочитали сейчас. Мы три святоя. Это Царь Небесный и Отче наш. И после этого 100 поклонов. Чет, четки. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного. Родители, стройника, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Лефангела, Диамида, Тихона, Антония, священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Микаила, Наума, Кирилла, Амбросик, Вадима, Затима, Алиппия, Андрея, Владимира, Максима, Диахонов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диадора и весь священнический и иноческий щин. И вышли истинные служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. И нам, да, еще священника, если угодно тебе, Господи, смири власти и воинств твоих, наведи страх твой на них и через них сотвори благое церкви твоей. Дабы они знали, что над ними ты и есть царствующий, Господь господствующий. Дабы издавали мудрые законы и не препятствовали, но содействовали христианской жизни и молитве. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана и дару мира Израилю, России, Украине и Сирии. И научи насценить это мирное время. Ибо Слово Твое свидетельствует, какие страшные наказания грядут на всю вселенную за отступление от Тебя. Господи, помилуй. Благодарю Тебя за долготерпение и слава Тебе. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваох. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышней Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи, что возбудил нас от сна. Пролил нашу жизнь и разум сохранил. Дай нам желание трудиться. Обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого зла. И весь день да будет посвящен прославлению имени Твоего. И дел Твоих. Аллилуйя. Спаси и сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы. И живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Фера, Фима, Алексея и Осипа. А романы. Причи добрых жителей здесь и сохрани школу. Аллилуйя. Аллилуйя. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадрих, Викторе, Сергеевичу, Настяну, Людмилу, Нину, Аллилуйя. И расширь пределы в общей наде новой души. Всех побуди на благовестие. Аллилуйя. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадрих, Валентина, Олег, Стея, Валентина, Надежда, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия. Всех, с кем познакомились, Кому возвестили слово истинное, Помухи всех на благовестие. Аллилуйя. Возри на угрозы врагов, На их лживость, Закрой их уста поношения, Дабы не вредили делу твоему, И в судный день не помяни их безумия. Благослови друзей наших. Воздаем добром Елену. Максима. Владимир. Евгений. Евгения Наталья. Посети болящих. Дай им силы перенести все страдания и дары исцеления им. Сергея. Алексея. Алексея. Александру. Александру. Валентину. Иоанилу. Игоря. Василия. Калерию. Акелину. Тамара. Аллилуйя. Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира и Игоря. И нас помилуй, милости твоей я ради. Это наше сокровище, сайты и формы, что здесь есть. Сохрани для пользы многих людей, трудящихся. Отмоли его. Юрий Дмитриевич. Добри ему. Василия, Сергея, богослови. Путешествующих, раиса, отступников Николая и Михаила, и всех знаешь, что. Найди, наставь на путь истины и уменьши ожесточившееся сердце. Аллилуйя. Найди все наше радство и благослови их и обрати. И таки Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Ирина. Марию, Татьяну. Аллилуйя. Упокою, Господи, в обителях небесных, усопших, отец и братьев наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизни вечной, здесь отошедших, всех православных христиан. И сотвори им вечную память, вечный покой. Аллилуйя. Слава Вышнюю Богу на земле, мир, человека, благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за день. В который дал мне Святую Библию, указав на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил душу мою. Но не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством, и введи ее навеки в вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иоанн, Креститель, Претеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать. Не страшися царей и начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Святые пророки, молите Бога о нас. Пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Яздраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Утрохи, Пророк, Михей. Молите Бога о нас. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не доставлась с неготовыми. Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувины, серафины, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь жажда исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликармс, Минский, Устин, Философ, Космайдамиян, Андрей Стартила, Иерон, Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, да и веру, И устрашив родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоустов, Анасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонежский, Стефан, Перкси, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ан Кронштадтский, Ан Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский, Филарет, И все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, Да сохранит Господь наше сокровище книги, Здесь и в пути. Аллилуйя! И врагов примирись с нами. И сохрани нас в святой православной вере, А замысли еретиков развей, И в ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёку первомущенцев, Атина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискилла, Акила, Андроник, Юня, Киприян и Устина. Молите Бога о нас, Да дарует Господь послушание и молчание, Целомудрие и стыдливость женам и девам, И сохрани их, Господи, От всяческого поругания, И дарует им послушание. Исправь непокоримость, Галина, семейство Евгении, Надежда, 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 Светлана, Мария и Раиславарина, Юлия и Елены, Людмилы, Галины и Анна. И прими нашу молитву, Воздиание рук, Как жертву вечерней благоухания, Приятной перед престолом Благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам. И прими нашу молитву, Владыка неба и земли, О всех заповедавших нам, Молиться о них. Спаси их и помилуй, И благослови Максима и Ганина, Юлия, И обрати их, Германа, Александра, Дмитрия, Всех противящихся истине, Лгущих на церковь Твою. Говори, Господи, Владыка, Слушает и дослышит Раб Твой. Аминь. Доброе утро. Ну, уже вечером сегодня Все поклоны будут делаться земные И считаться молитвой, И прямо сирина, Господи, Владыка живота моего. Мы сейчас будем события дня Озвучивать. Никита вернулся из командировки По Деряевку. Поэтому я отключу вас. И кому надо, Подключиться сам. Если кто желает. Я буду спрашивать, Слушать или нет. И тогда могу и отключить. Сейчас я отключу. В погоде там пока Наготавливает все.